ребята всем огроменный приветик конечно одно и то же снимать не хочется ну так начинается наш выходной проблемка у нас с перцами я снимаю видите всех зелеными по той простой причине как только они становятся красными они видите начинают вот так подпорчиваться почему не понимаю а то что не подпорчивается вот зайцы зараза объедают видите что творится поэтому решили путь лучше зелененький но они смысле не уже спел и нормальные перцы просто только зеленый оставим ребята мы оставили баклажан на семена посмотрите какая бомба у меня уже здесь реальная бомба это на семена у нас растет поздний лук у нас пошел но это эти в головку и перо еду кушаю щипаю хожу свеклу и всю хорошую выкопал посмотрите чё эти гаденыши делать они вам всю свеклу поперекосали это я оставила уже ничего у меня вот уже новенькая пошла кучно немножко морковка посадилась но я потом ее пропалю ну теперь это все дано как-то перерабатывать эти мы заморозим на фаршировку почистим это николя в кипятке сейчас сделал помидоры пытается и шкурку снять получается кипятком обдал получается еще больше кастрюлю не нашел на донышке там варится помидоры с перцами так а сейчас начнем шашлык и свинины для николяя не ем а вот мне пистолетики в барашка эти смена караула я сильно поджариваю перчики но это так делается я сейчас покажу часть не буду делать они должны сильно обжечься для того чтобы очень легко было снять кожуру с них шкурку вот это колян разводит костер для барбекюшницы ну для мангала вообще очень просто берете тебе эту шкурку так и снимаете все сейчас я сниму покажу что получится вот видите очистили чуть-чуть семечек это попадает ничего страшного этих зернышек я практически все очистила эти какие черные шкуры очистились и теперь это все с чесночком будем делать колюне освободите покручной блендер тоже чесноком добавлю ну да что-то пробуй так вкусненько остренько так я попробовала ничего себе как у тебя тут пахнет уже шашлычок ну-ка ну-ка еще у тебя там сегодня у нас пирожки готовимся на рыбалку надо взять с собой что-то вкусненькое это с луком с яйцом с нашим зеленым столько лука у нас назрело офигеть просто тесто очень много муки сейчас плату потому что тесто дело мягкое при мягкое только только чтобы его успеть раскатать залепить тесто делаем на кефире потому что не любитель дрожжевого теста дрожжевого дрожжевого и мы любители на кефирчике тесто оно его мягкое-примягкое получается зато лепится легко как пролепляется сейчас сделаем вход пирожки и за тебя муки потому что его очень мягко его делаем тонюха и пирожки в канаде в америке вообще надо покупать готова вот так калю не научим тебя пирожки печь следующая паркейка у нас еще с капусточкой нашей домашней хотим еще с картошкой но с картошкой наверное будем уже завтра делать мы на рыбалку уже подъезжаем конечно денечек у нас теплый дома было вообще 30 градусов здесь 26 но сегодня понедельник и мы надеемся что берег будет свободный готовим лодочку для спуска сначала надо все расчехлить потом в обратную сторону людей вообще практически нет вон тут один лодочник только стоит и все теплые дни стоят лосось сейчас не заходит поэтому лучше поплаваем такой штиль вообще такие теплые дни стоят надо пользоваться моментом цепляем синюю веревочку прицепляем чтобы держать просто лодку цепляет ощущение что вода ушла вот сюда было мельче стало идем ко мне в шестой час как уже вечереет днем здесь вообще делать нечего жарище включили холод и сколько здесь два метра показывает там все еще что вода упала прям чувствуется как упала ну что пойдем к себе туда на наше место мы его знаем с чего начнем так решили устанавливать троллинговый мотор чтобы постоянно сюда не садится и поедем обследуем берег по что здесь мелковато чуть-чуть травы слишком много зацепы постоянный но зато ребята здесь такая тишина сейчас вообще тишина то есть все эти коттеджи сейчас свободные никого там нету и такая тишина что там случилось да не могу выдернуть уточка педалька есть контакт нет еще контакт нет еще контакт вот сейчас контакт будет розетка розетка понятно а я думала так опустила готова снимаем основной мотор чтоб на троллинговом идти этот надо поднимать конечно есть такая кнопочка удобная вниз вверх какой-то мод страны на эхолоте выставили что он теперь рыб нам вот так полосами показывает они красными . да прикольно вот здесь видно как раз всплески пошли как они плывут он получается показывает полосу как вы движение целое они саму рыбку как раньше мы выставлять что-то такого перча поймала окунь по нашему они все такие крошечные все себе да это прям вообще редкость здесь рыбы нет говорит директор стадиона у меня он какая там насадка и далее бомба у тебя не насадка ничего говорят когда стучишь по воде давай я постучу там многие подходят так и удочкой стукают по воде техника такая о и моя первая крапи у нас тут такой закат красивый вообще спрашивал где мы на крапе рыбачим это озеро называется скугок это получается от торонто в сторону монреаля если ехать то есть это на восток чуть-чуть север и в чуть-чуть восток получается не доезжая рай слейка здесь рыбать но здесь правда очень много крапи мы не циклимся на ней специально ловить но кто специально ловит вот ну то есть это самая частая рыбная над который попадается сама в кукол какой-то специальную насадочку на крапе себе поставить возвращаемся домой солнышко села смотрите какая луна здоровенная жалко не получается показать красоты всей еще то что штиль такой вообще ветра не было вообще по кайфу вот так мы всегда рыбачим до последнего каждый раз собираемся надо по светлу поехать надо по на берегу приезжая те кто на эту крапе рыбащат как правило ребята с китая приезжают у них почему-то есть поверье что крафи ловится обязательно на мелкоте обязательно ночью сколько мы ловим постоянно на глубине или постоянно днем не промахнись калюня не промахнись так мне уже с веревкой выскакиваю обычно в это время готовлюсь отдать швартовые калюня давай быстрее меня комары искусали уже здесь наудил какую ты лодку я смотрю суши меня комары окружили вообще кошмар просто какой трейлером реально удобно конечно из трейлеров и всех этих причиндалов было бы все намного сложнее писать только бы мы времени тратили если бы там всего не было ну а лодки продаются вместе с этим прицепом вместе с трейлером как правило если в магазине берешь наверное можно без прицепа но у нас вот с прицепом шлах опций не было причиндалов конечно хватает кроме того чтобы зацепить на прицеп вытащить что самое простое вот так вот не поставили я видел видос и чё улетела не представляешь как было видимо резкое торможение лодка вылетела с прицепа прилетел перелетела через грузовик и перед ним остановился офигеть слушай что кто-то приехал уж не рыбачить же они приехали завтра все-таки рабочий день пробку главное не забывать ее ставить слушай сколько комаров кошмар это это чтобы мотор не был не болтался так и нравится на кочках все стали там где-то наша рыба ну смотри один еще там на озере не выдержал но хватит сейчас вечером пожарить не густо пока спит грималдос у нас кого только здесь нет похоже на дятла вот видите дятлы не только в деревьях давай давай дорогой у нас столько муравьев собирай их или какая-то похожая птица первый раз такую вижу близко две недели не проверяли пчелок сейчас у нас контрольная проверка здесь мы так понимаю потерялась матка была куча маточников его будем проверять последним начнем с отводков самая слабая семья и расплод как был такой стрёмный так и остался я вообще не вижу расплод это вообще это вообще хотя пыльцу уносят я не знаю что я вижу личинка это должна быть просто она мне не нравится очень медленно яйцо здесь очень медленно плодится здесь расплод конечно есть но тоже слабенько закрывается здесь вообще разбросаны теперь второй отводок оба отводки я скажу достаточно слабый здесь матка не меченая здесь мы вообще не найдем расплода конечно хватает это получше матка размножается калифорнийская здесь маточка чем антарийская не что-то вообще не нравится ой здесь такие светлые но у них еще сколько получается полтора месяца у нас еще пчела будет точно плодиться так что за полтора месяца должны набрать силу по любому реки у этих непонятно что творится сейчас посмотрим вообще какие-то признаки жизни там есть или нет потому что расплод мы вряд ли найдем матку мы тоже вряд ли увидим я вообще не представляю хорошо у нас теплая неделя выдалась шанс ума так облететь конечно были хорошие тяжелый да но все равно дадим еще неделю пусть закроет хорошо высушит здесь у нас разделительная есть первый год мы пользуемся может это семья первый раз мы такое видели чтобы она плодилась на кормовых уровнях обычно мы не используем эту штуковину разделительную это это медом ну да с этой стороны наполовину мед чего целый о расплода главное чтоб никакого не было посередке а то блин и так нет тогда убирай стряхивая пчелу давай забирать у нас уже две рамки с прошлого раза большие сейчас еще несколько соберем чувство придется с рожняком откачивать да давай уберем не будем уже ставить давай почистим отдадим они неправильно застроили сейчас покажу что там творится она толстая широкая не и попало построили видишь да ой да вообще давай стряха их и не будем ставить обратно давай будем ровнять и это тоже вся медовая доставай это уже розга пошла розга идет они не выдержат матка не матка блин такой медосбор идет чтоб пчела просто офигевает от этого золотарника канадского полностью закрыта все давай стряхивай это следующая короче они большой корпус занесли этой розкой я думала мы меда не увидим пчелы много но только страшно что расплода нифига теперь нету из-за того что матки не было мед смотри медом тащили ну да а я смотреть не хотел этот уровень но я волнуюсь за эту матку чтобы она облетаться успела же вообще появилась в этом корпусе это вот видишь середине был расплод расплода нет они все медом заносит не успели просто еще запечатать но мед уже не вываливается то есть когда стукаешь если мед не созревший то он выпадает крупинками а здесь ничего не выпадает они просто не успели его закрыть вытаскиваем следующую тоже весь корпус получается медовый их надо стрессануть пчелы много и куда-то силы выдевать надо мы все равно меда очень мало оставляем на на зиму стараемся больше сиропа давать чтобы они меньше в туалет ходили так как в меде очень много пыльцы протеина поэтому и 50 на 50 оставляем меда с сиропом да здесь да здесь совсем свежие они видимо понесли все-таки на всякий случай проверяй расплод нет еще мед откачивать будем на улице потому что пчелы сбиты с толку здесь еще куча меда у них здесь осталось поэтому они сейчас заняты тем что здесь и я думаю они не полетят туда не будут нам мешать как нам надо экстренно откачать мед и поставить рамки обратно у нас нет запахных рамок как обычно под пауэр-вошером помоем она конечно не грязная но все равно от всей пыли от всех остатков надо ее мыть целая паркейка пошла сегодня они заняты так можно на улице хоть не ночью у нас экстренная ткачка мы обычно на вечер оставляем но нам надо с рачником просто с рачником все это откачивать и вот эти рамки будут все прочистить это здесь был расплод был расплод они все замесли медом этот мед старый как правило как смысле до этого был донесен этот не розга а вот здесь края рамок да как правило держит мед на все остальное там расплод берга так что будет сборная у нас стены открытие крана даешь мед классно это темненький уже такой тоже эти это быстро засахарится рога у нее один недостаток она быстро сахарится вот наша добыча меда три чашки сейчас посмотрим эти чашки по полкилограмма вот смотри получается что здесь сколько здесь тоже короче общей сложности 21 килограмм получилось мы даже не ожидали полки вода это вот такая красота у нас уже еще успеем разлить а то нам сегодня в рейс красивый мед получился такой и не темный не светлый ходе смесь получилось цветы разные от на траве летняя плюс розга училась красивый медочек это конец лета начало осени вот так ребята цветет золотая розга или золотарник канадский страшный медонос его любят все